Привет, друзья! Меня зовут Мила Брандт, и сегодня мы разберём с вами одну важную тему, без которой не обойтись Германии. Ведь ни одно назначение термина у врача или бронирование номера в отеле не обойдётся без разговора по телефону. Heute ist das Thema unseres Videos ein Telefongespräch. Итак, сегодня тема нашего видео – телефонный разговор или разговор по телефону. Мы разберём с вами всю необходимую лексику и потренируемся строить диалоги. Итак, начинаем. Первое слово – das Telefongespräch. Das Telefongespräch – телефонный разговор. Ещё вам пригодится такое слово – der Anruf – звонок. Der Anruf – звонок. Heute habe ich ein wichtiges Telefongespräch. Смотрим в примере. Сегодня мне предстоит важный телефонный разговор. Дословно я имею важный телефонный разговор. Heute habe ich ein wichtiges Telefongespräch. Вы помните о том, что нужно повторять все примеры и предложения вслух. Следующее выражение – den Hörer abnehmen. Den Hörer abnehmen – поднять трубку. Sie nimmt den Hörer nicht ab. Ich rufe später an. Sie nimmt den Hörer nicht ab. Она не поднимает трубку. Ich rufe später an. Если вам нужно перезвонить, конечно, нам нужно это слово – zurückrufen. Дословно по-немецки – позвонить назад. Zurück означает назад. Zurückrufen – перезвонить. Или перезванивать. Ich rufe zurück. Я перезвоню. Ich rufe zurück. Идем дальше. Den Hörer auflegen. Положить трубку. Мы поднимали трубку, а сейчас мы выучим. Положить трубку. Den Hörer auflegen. Er legte den Hörer auf, ohne sich zu verabschieden. Er legte den Hörer auf und положил трубку, ohne sich zu verabschieden. Не прощаясь. Дословно без того, чтобы попрощаться. Ohne sich zu verabschieden. И давайте выучим фразы, которые необходимы для разговора по телефону. Конечно, прежде всего вас могут спросить, а как твой номер телефона или какой твой номер телефона. По-немецки дословно как есть твой номер телефона или ваш номер телефона. Wie ist deine oder ihre Telefonnummer? Какой твой номер? Wie ist deine Telefonnummer? Когда обращаетесь к человеку на ты. Или wie ist ihre Telefonnummer? Когда обращаетесь к человеку на вы. Какой ваш номер телефона? Ihre Telefonnummer. Ответить можем просто. Meine Telefonnummer ist. Мой номер телефона есть такой-то. И называем цифры. К примеру, мой номер телефона 058-876-000. Немцы очень часто диктуют именно номер телефона по одной цифре. Бывают случаи, когда вы можете услышать двузначные, но в целом вы можете также использовать по одной цифре такой метод продиктовать свой номер телефона. Meine Telefonnummer ist. Чтобы проверить правильность набора, вам необходимо позвонить человеку. Вы можете сказать так. Ich will deine Telefonnummer. Я набираю твой номер телефона. Ich will deine Telefonnummer. Научимся представляться по телефону. И мне хочется сказать, что это очень важно в Германии. Примите к сведению обязательно, званя куда-либо, особенно в официальное учреждение, нужно представиться. И назвать свое имя или фамилию. Zum Beispiel. Давайте посмотрим варианты. Здравствуйте. Можно говорить, в принципе, даже в официальном учреждении. Господин или госпожа Икс говорит. Вместо Икс вы называете свою фамилию. Zum Beispiel. Хэр Иванов, Хэр Брандт, Фрау Мюллер и так далее. Hallo, hier ist. Привет или здравствуйте. Здесь есть господин такой-то или госпожа такая-то. Herr oder Frau X. Guten Tag. И вас могут поприветствовать господин или госпожа такая-то. Добрый день. Herr, Frau X. На том конце проводе вы можете услышать также представление другого человека. Господин или госпожа такая-то на линии. Ист am Apparat. Ист am Apparat. Zum Beispiel. Фрау Мюллер ист am Apparat. Иногда говорят очень коротко. Фрау Мюллер, Ура Муника Мюллер. Называя свое имя и фамилию. В ответ вы можете услышать одну из следующих фраз. Guten Tag. Herr, Frau X. Ист hier. Добрый день. На линии господин, госпожа такая-то. Вместо X будет какая-то фамилия. Zum Beispiel. Guten Tag. Frau Brandt ist hier. Добрый день. Госпожа Brandt здесь. На линии. Дослобно означает тут, ist hier. Есть, тут, есть здесь. Wie kann ich Ihnen helfen? Как вариант также вы можете услышать после того, как человек представился. Wie kann ich Ihnen helfen? Чем я могу вам помочь? Или как я могу вам помочь? Wie kann ich Ihnen helfen? Или такой вариант. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Что я могу для вас сделать? То же в значении, чем могу помочь. Was kann ich für Sie tun? Если трубку поднял не тот человек, которому вы звоните, например, при звонке в фирму, используйте следующие фразы. Könnte ich bitte mit... Называйте фамилию, sprechen. Могу ли я поговорить с кем-то? Например, mit Herrn Schmidt oder mit Frau Müller. Могу ли я поговорить с господином Шмидт или с госпожой Müller? Ich würde gern mit sprechen. Я бы хотела поговорить с кем-то. Подставляете фамилию, имя. Ich würde gern mit jemandem sprechen. Я бы хотела поговорить с кем-то. Würden Sie mich bitte mit verbinden? Würden Sie mich bitte, не могли бы вы меня, mit? Подставляете имя. Herr Ivanov, Herr Petrov verbinden. Соединить, связать, verbinden. Как же объяснить, зачем вы звоните? Можно начать с таких фраз. Ich rufe an, weil... Я звоню, потому что... Ich rufe an, weil... Ich rufe an, weil ich ein Zimmer reservieren möchte. Ich rufe an, я звоню, weil ich ein Zimmer reservieren möchte. Потому что я хочу зарезервировать номер или комнату. Еще вариант объяснить вашу причину, почему вы звоните. Es geht um... Es geht um... означает, речь идет о... Es geht um die lieferung des packets. Например, речь идет о доставке посылки. Es geht um die lieferung des packets. Если вам нужна какая-то информация, вы можете сказать так. Ich brauche eine Information. Мне нужна информация. Zum Beispiel... Ich brauche Informationen über den Stundenplan. Мне нужна информация о расписании занятий. Über den Stundenplan. Ich habe eine Frage. И такой простой. Такой метод, если у вас есть какой-то вопрос по какой-то теме. У меня есть вопрос о чем-то. И дальше вы подставляете свою причину. Например, у меня есть вопрос о регистрации. По поводу регистрации. Ich habe eine Frage zur регистрации. Следующий вариант. Es handelt sich um... Речь идет о чем-то. Es handelt sich um... Zum Beispiel, например... Es handelt sich um ihre Anzeige. Речь идет о вашем объявлении. Es handelt sich um ihre Anzeige. Если вы звоните вдруг по объявлению. Если вам нужно назначить термин или... Что означает запись, какую-то встречу. Вы можете сказать так. Ich würde gern einen Termin vereinbaren. Ich würde gern einen Termin vereinbaren. Я бы хотела назначить встречу. Leider ist die Person, die sie brauchen, nicht da. Но что делать, если человек, которому вы звоните или который вам нужен, не здесь, не на месте? Что делать тогда? Вас могут спросить. Was soll ich ihm oder ihr ausrichten? Что я должна ему или ей передать? Давайте выучим эту фразу. Was soll ich ihm oder ihr ausrichten? Ему это будет ему. Ей, если вы звоните женщине, ihr ausrichten. Передать. Вы можете спросить, конечно, когда придет господин или госпожа такая. Könnten Sie mir sagen, wann Herr oder Frau X zurückkommt? Используя такой вопрос. Могли бы вы сказать, Könnten Sie mir sagen, wann Herr oder Frau X zurückkommt? Когда господин или госпожа X вернется, придет назад. Вы можете так передать свою просьбу. Könnten Sie bitte Herrn Müller oder Frau Müller sagen, dass er oder sie mich zurückkommt? Или такой вариант, Dass ich auf den Anruf warte. То есть сначала вы можете использовать этой фразе. Könnten Sie, Herr Müller, sagen, Dass ich auf den Anruf warte. Что я жду звонка. Dass ich auf den Anruf warte. Könnte ich eine Nachricht hinterlassen? Еще как вариант, вы можете оставить сообщение. И спросить, Könnte ich eine Nachricht hinterlassen? Могу я или могла бы я оставить сообщение? Завершить звонок помогут такие фразы. Vielen Dank. Большое спасибо. Вы можете, конечно, использовать эту фразу после любого звонка по телефону. И важно, по телефону мы прощаемся следующим образом. Auf Wiederhören. До свидания. Но эту форму мы используем только при звонке. И заменить ее на Auf Wiedersehen нельзя. По телефону говорят Auf Wiederhören. До скорого услышания. Hören – это слышать или слушать. И давайте выучим еще несколько полезных фраз и выражений. Die Leitung ist besetzt или belegt. Die Leitung ist besetzt. Linie занята. Das Telefon klingelt. Звони телефон. Das Telefon klingelt. Ich nehme den Hörer ab. Я возьму трубку. Ich nehme den Hörer ab. Entschuldigung. Ich habe mich verwelt. Entschuldigung. Извините, пожалуйста. Ich habe mich verwelt. Я ошибся номером. А теперь самое интересное. Давайте потренируемся и выберите правильный ответ из трех вариантов на реплику собеседника. Итак, к примеру, начинается диалог, и вы звоните в нашу школу, в Brandschule, и поднимает трубку некая госпожа Klein. Frau Klein von Brandschule. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Госпожа Klein от Brandschule. Добрый день. Что я могу сделать для вас? Was kann ich für Sie tun? А сейчас выберите из трех вариантов правильный ответ – «Bleiben Sie bitte dran!» Оставайтесь на линии. «Bleiben Sie bitte dran!» «Leider Frau Brandt ist nicht da!» «Leider Frau Brandt ist nicht da!» «К сожалению, госпожа Brandt не на месте!» И ваш вариант ответа на эту реплику. Sie wird morgen im Büro sein. «Мöchten Sie eine Nachricht hinterlassen?» «Sie wird morgen im Büro sein.» «Она будет завтра в офисе.» «Мöchten Sie eine Nachricht hinterlassen?» «Хотели бы вы оставить сообщение?» Выберите ваш вариант ответа. «Хотели бы вы произнести ваше имя по буквам?» «Хотели бы вы произнести ваше имя по буквам?» «Могу ли я еще как-то вам помочь?» И выберите ваш вариант ответа. «До свидания!» Ну что, друзья, теперь разговор по телефону вам точно не страшен. Напишите в комментариях, как вы справились с диалогом, какие ваши варианты ответов, а также вы можете составить свои собственные примеры, чтобы закрепить материал. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайк, показывайте это своими пальчиками вверх, свои реакции и делитесь с друзьями, которые учат немецкий язык. До встречи! Auf Wiedersehen! Субтитры создавал DimaTorzok